Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент 1, а это продолжение прохождения DLC для игры Ghostrunner под названием Project Hell, или Project Hell, не знаю, не знаю, как это правильно произносить, но вроде бы Project Hell. В общем-то, это DLC, оно посвящено второму боссу, по-моему, основной игры, и мы, получается, как бы изучаем события до основной кампании, то есть что-то вроде приквела небольшого и, собственно, с немножечко другим геймплеем, потому что у Хели есть свои способности, у нее другие возможности, и все в этом духе. Музыка будет у нас потише играть, я не знаю, может быть, потом вообще придется ее отключить, потому что на первых двух сериях именно DLC прохождения у меня авторские права на музыку вылезли. В основной игре ничего не вылазило, почему, как, что, не знаю, но будем надеяться, что теперь нас как-то пронесет. Все, не будем тянуть, полетели. Желаю всем приятного просмотра, не забывайте про лайк, комментарий, подписку на канал, а также телеграм, группу ВК и на пустящие в одном месте. Я запрашиваю разрешение отключить органичивающие модули и включить экспериментальные драйверы. Он просто человек. Какое у тебя толкость, если ты не можешь справиться с ним сейчас? Так, давайте вспоминать, 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 денек пропустил, точнее два, экстракт же записывал. Так, тут у нас все окей, окей. Ну, прыжки мне ее прям доставляет. Очень классно. И вот это прицеливание, когда ты замедление делаешь, ты знаешь, куда ты прицелишься. Все супер круто. Ой. А у нас что, арена? У нас что, босс? Будем биться. Арестовать командира Бакунина? Ну, походу, у нас боссфайт, ребят. Командир стража Адриан Бакунин, сложай оружие и сдавайся. Я отказываюсь. Хорошо. А как? Подожди. А че делать? А че делать-то? У меня всплеска нет. Может, он будет садиться как-нибудь? Угу. А как? Бля, ну тут считается хуже, чем было у нас в основной компании. Понял, ну это короче дрочь, это не так интересно, это по сути тот же бой против Хейль, только менее изобретательный и хуже сделанный, не знаю, там были, понимаешь, более читаемые звездочки, а тут пиздец, еще с самого начала, А тут вот эти вспышки, они не очень хорошие Да блядь, ну что за бакунин, хунин, блядь Че-то пиздец какой-то, ребята, глухота, ебать Еще контрольных точек нету Не, вы мне объясните, я долбоеб или че? Ну хуя так делать? Ну хуя вы делаете такие ебанутые тайминги И такую слабо читаемую Походу первый удар, короче, блядь, нахуя я на R-то нажал Первый удар, короче, в любой тайминг можно блокировать, наверное Потому что он там меньше Да, попробуем Надеюсь, что Ну да А я, короче, ждал Ждал, что опять появится А вот, контрольная точка Да почему у вас так много и почему вы такие твари? Да блядь А как это, как, как это А как мы же тебя поймать-то, блядь Сука Ммм, как меня это бесит Да я же не вижу, ёб твою мать Как? Я нихуя не понимаю Я не понимаю, как их контрить Редактор субтитров А.С's Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Ну как же не хватает зеркального разворота? О! О! Вот так. Тактическое превосходство. Яростный рывок. Чутье. Подожди. А нахуя мне чутье? Да не нужно мне чутье. А что еще? Я больше ничего не могу поставить. Рывок доп. заряд. Нет, никак не воткну. Крестовину тоже никак не воткнул. Отбивание поглощения. Нет, все, давайте так, а то, короче, долго все это будет. Так, и за нами. А это у нас Чернобог. Ладно. Будем пробовать, а то это... Долго времени вот это вот... Инструкция, не убивать Бакунина! Я была очень осторожной, чтобы не убить его. Если бы ты вытащил это лезвие, то выпорщил бы ему. Поэтому я оставил его в нем. Ты стала на шаг ближе к бесполезности. Инструкция неясная, прошу повторить. На шаг ближе. Так, подожди. Что-то такое. Что-то ценное. А что, типа не могу я залезть, или что? Чуть не пойму. Это просто так, что по приколу сделано, или все-таки это был... Или это сделано было специально, чтобы я обратил внимание? Ясно. Ходяк ключей, говорит Сасамори. Начался штурм на нескольких точках Нижнего района. Там оказывает сопротивление, но повстанцы Бакунина растягиваются по 4-му и 5-му секторам. Разведчики сообщают, что они перегруппировались с группами Нижнего района возле главного индустриального комплекса 4-го сектора. Вот где начнется настоящее сражение. Огружайте территорию, ожидайте подкреплений. Отряды Нижнего района недисциплинированы и плохо обучены. Чтобы обеспечить победу, нам нужны большие отряды. Я отправляю Хель. Да, хозяйка ключей. Вот чтобы всех убить, да. Хель... Хель подходит для этого. А как мне вообще жить? Понял. Слушай, ну мне кажется, я смогу запрыгнуть. Да. Блин, музыка, наверное, тоже все равно довольно громко играет и, скорее всего, авторские права будут. Я даже не знаю. Я, конечно, продублирую, наверное, на бусте все летсплеи по DLC. Но, блин, обидно. Обидно. Ну, почему я должен получать предупреждение за музыку в игре, которой раньше не было предупреждений. Ням-ням. Вкусно. А, 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 это эти, это ниндзя, ниндзюки. Ниндзюки, это понял. Да, блядь, я не понял, там ниндзюки или не ниндзюки. Может, ниндзюки это одно. Блядь, скидь ты, блядь. Там, походу, был и один ниндзюк, а один просто, который этот, прыжкалюб. Вот, короче, прыжкалюб и ниндзюк. Лучшие друзья. Кстати, я недавно узнал, что, оказывается, DLC вышла не так давно, в 2022 году. Командир Тифона всем отрядам. Сигнал глушится по всему нижнему району. Не пытайтесь связаться с запределами неназначенных частот. Ладно. Вот, оно, короче, вышло DLC в 2022 году, а в 2023 уже вышла вторая часть. И получается, что, скорее всего, какие-то наработки, они прям подпилили. И ощущается игра уже немножко переделанной, более свежей. Ну, я имею в виду DLC. Потому что от первой части прям эволюцией пахнет, эволюцией. Твори Диего, обращаюсь ко всем из восхождения. Твори Диего, обращаюсь ко всем из восхождения. Твори Диего, кто-нибудь в пятом. Ответьте, черт возьми. Ответьте, черт возьми. Ответьте. Что там бабахает на фоне? Там какой-то щел с электричеством был. Током? Нахуя? Какой-то, какой-то нервный тип вообще меня пугает. Ох, вот она как. Какой-то, какой-то, какой-то. Вот это было красиво. Когда на динамике проходишь, это прям как... Говори, Диего, Зои, Куннер, проверите свою связь хоть раз. Полегче, Диего. В чем проблема? Восхождение конец, слышишь? Нам конец. Да нет, не конец. Подробности. Десять минут назад перед штабом молотоборцев вынезла из ниоткуда хреновая куча ключей. Теперь на месте их штаба дыра в земле. Они все еще там, палец под всем на поражение. Как тебе такие подробности? Успокойся. Я Коннор, и я проверю это, да? Так, нам по-хорошему надо бы сейчас пройти этот уровень. Так. Ага. Ага, ага, ага. Ступенечки, ступенечки. А что я должен делать? Куда я должен двигаться? А, вот она как. А как я тогда... Вот так что ли? Нихуя себе. Ладно. Ну почему так не получается? Ну контуры, ребята, это прямо имба. Я вот заметил, что контуры, ну поставил, да, подсветка, и сразу все хорошо получается. То есть ориентироваться легко, ты просто видишь пятно красное и по нему долбишь. То есть ты спокойно понимаешь, откуда может прилететь. Это круто. Так, тут что у нас? Ага. Ничего, никаких секретиков? Никаких секретиков, хорошо. Кто это? А, ручник. Еще один ручник. Ручник с электрошокером, понял. Аху, идите. Я имею ввиду, что он... Диего, Диего. Помнишь, как нас он называет? Мы из Восхождения. Не молотоборцы, не их дружки. Обычная облава. Продебайся и будешь в порядке. Да блин, это происходит там, снаружи. Где я живу? Только у тебя же есть убежище. Отлично. Мне нужно идти, оставайся на связи. Коннор! Коннор! Блядь. Что-то я запутался, куда идти? Зачем сюда можно заходить? Просто по приколу. А-а-а, заходи, чтобы я увидел секретик. Получи новый предмет. Электрошокер. Не такой эффективный, как пистолет. Его труднее спрятать, чем нож. А еще к нему нужны батареи. Оружие последнего боя в башне Дхарма. Их популярность подтверждение того, как тяжела ситуация в нижнем районе. Да, блядь, электрошокер против хель, бегучих теней. Кайф, вообще нормально. То, что надо. Так, тут какой-то пазл, да, у нас? Ах, нихуя себе. Он еще и защищен. Вот оно, че, как. Так, еще раз. Да подожди, и ты. Бежишь. Они все-таки! Они все-таки! КОНТАТЯКС! 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 Я не могу. Все канала просто... Ни-кинг. КОНТАТЯКС! Вроде получилось. Музяка качает. Авторское право прилетает. Все как обычно. ах ты ублюдок вкусненько чё куда ох ты блять ай-яй-яй-яй понял а я первый это пытался связаться со мной ранее но я не могу достучаться до него он нервный ему нужен кто-нибудь кто поддержит его не очень беспокоиться есть о чем беспокоиться но это обычное дело противостояние силам и все такое так чё там 40 минут уже ой блять что прямо решили понапихать понапихать такой обошел так ладно я должен короче подумать да хорош импровизируй адаптируйся будь быстрее убейте снайпера не приближаясь к нему ну да когда вот этот способность пробития щитов мы получили она стала прям ну это имбово ты имбово ребятки это очень круто потому что ты действительно можешь не отключать щиты убить самых опасных противников сразу это дорогого стоит как ты там хулиганы уже ушли хулиганы разнесли в клочья моего соседа прямо перед моим окном мистеру танате было 80 не сильно смахивал на террориста даже по их стандартам конор да им пофигу кто наши союзники или враги для них все жители нижнего района одно мусор они пришли за нами чтобы растоптать любое реальное сопротивление вместе с хорошей долей гражданских возможно как думать новый лейтенант ключей отрывается потому что вы наконец-то поставили головой господи боже что из фразы нам конец ты не понимаешь но я руку вожу восстанием так что я не могу ссасаться в штаны после каждой небольшой перестрелки скажи это мистер атанате уверен он был рад слышит какой-то молодец просто выбирайся оттуда спрячься у джека и переждешь бурю а тут еще несколько епать так а как а как а как ладно но мне нужно 1 2 правильно правильно а как ладно может быть надо наоборот блять ну что-то не цепляешься ну ты угораешь что ли вот так это надо было сделать понял это было красиво и скиллово согласен значит и уровень какой-то большой ребят может даже сегодня одну серию запишу вкуснясинка почему ты не хочешь прыгать я не понимаю ну что за проблемы вот я нажимаю прыжок оттолкнуться она не хочет это плохо мы окружена я нашел конрас со своими ребятами где же голем где он когда нужен даже не знаешь что на нас попали никто не придет я короче пока что не разгадал паттерн у блядь резня ты обнаружишь уничтожишь лидера из-за восхождения достаточно играть в догонялки с бандитами а еще не конец они в конец этот наверно лифт будет все хорошо с нами все будет хорошо умри ключ ваш лидер где он у нас нет кто это джек из пятого сектора парень который передает нам информацию постоянно не говорит он босс отпусти меня пожалуйста ты должна мне поверить я верю требуется новая цель теперь отслеживаю лидеры из восхождения кодовое имя джек вот почему этого густ раннера джеком назвали лоу ох вот это ножки вот это эпик так ну что ребятки давайте на этом закончим наверное сегодня будет только одна серия потому что у меня время не очень много но потом будет по 2 даже если они будут по 45 минут потому что надо проходить да и потихонечку заодно кстати проверил авторские права с работа вот это уменьшение музыки на фоне или нет вот так что выходим главное меню кат-сцены какие-то завезли в этом в основной компании мало было таких кат-сцен постановочных ну прям таких эпичненьких так что посмотрим ладно все ребята всем большое спасибо за просмотр и если было интересно обязательно поддерживайте данное видео лайком канал подпиской с включенным колокольчиком чтобы не пропускать новые прохождения помимо этого не забывайте заглядывать в телеграм группу вк и на бусте по возможности с вами был мистер момент будьте здоровы смотреть только хорошие фильмы и играть только в хорошие игры всем удачи и всем пока